Я нанимал кадры, платил ему, были кадры, которые я платил по 3 тысяч долларов, были, которые 5 тысяч долларов платили. Особенный миф о том, что я нанимал сильного, там, дорогого, там, топ-менеджера, ты что-то изменишь. Когда я нанимал вот таких дорогих кадров, они сразу начинали от меня требовать очень дорогие условия. Одевайте свой размер. Что я имею в виду под словом «одевайте свой размер». Вы понимаете, если вы посидите летчика в трактор, вряд ли этот трактор будет лететь. У меня был такой пример, дорогие мои. Я однажды нанимал одного парня, который мне показался, он профессионал. Хотя другие мои сотрудники были непрофессионали, такой, как он. Он был намного профессионал, честно скажу. Тогда что я делал? Я его просто уволил. Когда я его уволил, через месяц тут же потихонечку прибыли компания заново подниматься и заново все взяло в свое место. Добрый день, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Хочу поговорить вам на эту тему «Не нанимайте звезду». Дорогие мои, я очень много раз нанимал кадры, очень много в разных своих компаниях, в компаниях наших учеников и так далее. И я постоянно сталкиваюсь с одной очень-очень большой проблемой. Это что? Когда неожиданно ты или неосознанно ты нанимаешь звезду. Мы все думаем, что на самом деле нанимать дорогого кадра, якобы этот кадр придет и могут многие проблемы решать в нашем бизнесе. На самом деле это не так. Я нанимал кадры за границей, нанимался в Украине, нанимался в России, в Казахстане, в Бишкеке, постарался, чтобы они были в работу. Платил хорошие зарплаты, платил на проезды, платил, получается, жилье, дорогу оплачивал, все оплачивал. Я ожидал очень большие достижения, но не всегда это получается. Особенный миф о том, что нанимая сильного, дорогого топ-менеджера, ты что-то изменишь, это правда нет. Если ты одного топ-менеджера, только его одного нанимаешь, ничего не изменит. Почему я это называю, что не нанимайте звезду или дорогие кадры и так далее? Вы знаете, как это? Вот, например, давайте я расскажу пару кейсов, чтобы вам было понятно. Я нанимал кадры, платил ему, были кадры, которые я платил по 3 тысяч долларов, были, которые 5 тысяч долларов платил, 7 тысяч долларов платил. Я не скажу, что они давали такие результаты, которые на самом деле лучше, чем другие и так далее. Почему? Потому что в самом системе, если есть много упущений, один дорогой кадр ничего изменить не может. Часто с какими проблемами я столкнулся, нанимая звезду? То есть получается, что на первый месяц они как-то стараются, они постараются, чтобы как-то что-то изменить и привести какой-то порядок или помогать как-то в компании. Но потом с 2-3 месяца они начинят нос ведра на небо, они начинят обзывать моих сотрудников, они начнут говорить, что это плохо, тот плохо. Они начнут говорить, где я работал, так не было, где они работали, там было лучше, у нас было по-другому и так далее, и так далее. То есть получается, что все плохое, а они сами лучше и так далее. И они начинят вот как звезда и пальцы вверх держать и так далее. Это одна из вещей, которые я столкнулся. Вторая вещь, которая столкнулся, когда я нанимал вот таких дорогих кадров, они сразу начинали от меня требовать очень дорогие условия. Отдельный кабинет, отдельные условия, отдельный там даже чуть на отдельный секретаршу, даже отдельная машина и так далее, и так далее. Кто от меня требовал такие высокие условия сразу с того момента, когда я его нанимал на работу, обычно эти люди ничего не давали мою компанию. А те ребята, которые приходили в мою компанию и начали работать с того, что есть, кто-то из них даже компьютера не было, но начинали работать с того, свой ноутбуком начали. Иногда даже на одного стола из двухсторонних посадили два разных человека. Я сказал, знаете, ребята, у нас пока возможности нет, вот один стол, рабочее место, сядьте вдвоем и начните работать. Вот так. Иногда кто-то из них на поле был, то есть ходил там по торговым точкам. Пока он ходил по торговым точкам, один из них работал, потом они поменялись местами как-то и так далее. Вот другой ходил, сидел, где тренинги вязали, там сидел, работал. Знаете, вот такие ребята, от них была польза моя компания, они принесли доход мою компанию. И в итоге, в конце концов, я видел доход, что их на работу какой-то результат дает, какой-то доход дает. Вот, поэтому я убежден, что вот принцип, который, когда вы нанимаете кадры, какой принцип самый эффективный. Одевайте свой размер. Что я имею в виду под словом, одевайте свой размер. То есть, это означает, что постоянно постарайтесь, чтобы вы нанимали сотрудников, которые чуть-чуть, чуть-чуть более, скажем, более профессионал по сравнению с тем, которые у вас в команде. Намного профессионал. Можно сказать, на 10% или 30% лучше умеет делать или быстрее умеет делать. Что-то по сравнению с другим. Тогда, глядя на него, другие подтянутся. А когда вы совсем сильно умного нанимаете, сильного там, который работал в крупных корпорациях, крупных компаниях и так далее. У вас мало средних бизнесменов, знаете, крутого менеджера или крутого там, не знаю, скажем, маркетолога и так далее. Он звезду поймает. И то, что он говорит, команда делит, все равно не умеет. Эти люди, которые ему вокруг, они не умеют делать. Либо вам придется их тоже заменить. А их заменить очень дорого обойдется вам. Всех их заменить компания иногда не в состоянии содержать. Поэтому из года моей работы, про свой опыт, практика, я пришел к выводу, что надо нанимать только тех ребят, у которых есть потенциал. То есть он еще не звезда, он еще такой крутой, известный и так далее. Но у него есть потенциал. То есть вы общались, вы поняли, что от него лепить можно, от него его можно научить и так далее. Поэтому ищите тех людей, у которых есть потенциал и раскройте его компетенцию. То есть дайте возможность ему раскрываться внутри вашей компании. Когда он развивается, учится внутри вашей компании, параллельно с компанией он растет, понимаете. Кадры растут и способности бизнеса растут. Кадры растут, способности компании растут. Кадры растут, способности компании растут. Когда это все вместе усиливает способности компании, соответственно способности растут, активы растут, способности растут, ресурсы растут. Способности растут, ресурсы растут. Вот так это все вместе продвигается. Дорогие мои, философия, почему я называл это ролик и почему снимали его «Не нанимайте звезду» по одной причине. Потому что я сам много страдал, я сам много нанимал кадры и много страдал, и много ошибок допустил. Вы понимаете, если вы посидите летчика в трактор, вряд ли этот трактор будет лететь. Пожалуйста, задумайтесь из этого предложения, из этой фразы. Если вы посидите летчика в трактор, вряд ли этот трактор будет лететь, как ракета. Поэтому лучше одевайте свой размер. Если у вас бизнес на уровне трактора, возьмите, пожалуйста, именно водителя трактора. Если ваш бизнес на уровне машины, возьмите водителя для машин. Если у вас, скажем, бизнес на уровне вортолета, тогда возьмите летчика для вортолета. И так далее. Вот так, поэтапно развивайтесь. То есть ищите людей, у которых есть потенциал, но он еще не звезда, он еще не известный и так далее. Ищите таких ребят. И когда вы начнете с ними работать, вы даете им шанс расти. Вот они развиваются, и это очень-очень вам сильно помогает. Это позволяет вам, чтобы эти люди развивались, стали успешными и так далее. И самое интересное, если они в рамках ваших, они будут преданными для вас. Вам нужны преданные кадры. Это самое важное, дорогие мои. Значит, резюме. Не надо нанимать звезду. Уберите миф, что если я нанимаю крутого кадра, что-то изменит. Лучше найдите людей с потенциалами. Помогите им. Создайте шанс для них. Пусть внутри вашей компании они развиваются. Одевайте свой размер. Если вы нанимаете людей, которые более умные и так далее. Пусть от 10 до 30% их умений и профессионализма будут больше, чем ваша команда, которая у вас есть сейчас. Тогда вся ваша команда растет целиком. И это все усиливает вашу компанию. У меня был такой пример, дорогие мои. Я однажды нанимал одного парня, который мне показалось, что он профессионал. Но прошло через некоторое время, 3 месяца прошло, через 3 месяца он начал звезду поймать. Это было в Алма-Ате. Он начал говорить, что это не моя работа. Я это не буду делать. Хорошо, я попрошу помогать. Тому он не делает. Мне Дада говорит и не помогает сотрудникам. Потом я смотрю, он оказывается каждому сотруднику вкладывал комплексные поднаценности. То есть, когда сотрудник приходит к нему с каким-то вопросом, он их просто отщивает. Он уверен, открытый человек говорит, послушай, иди там, не мешай мне. И вот до такого уровня, что ты знаешь, откуда собрали-то все тупик здесь и так далее. Вот до такого уровня, вот так, понимаете. Дело в том, что я поверил, что он что-то может сделать, что-то может изменить. И я ждал от него какие-то великие подвиги. И долго ждал, самое интересное, очень долго ждал. Вот, 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 четвертый месяц, пятый месяц, шестой месяц. И потом однажды я смотрю, все, прибыль падает, падает, падает. И мы пошли на минусы. Мы пошли на минусы и так далее, и так далее. Потом я позвал, я сидел, подумал, откуда началось так, что это все пошло на минусы. Я его позвал, сказал, дорогой, как ты думаешь, почему мы на минусы, почему у нас пошло все на минусы. И он, соответственно, начал обвинять ту сотрудника, этот сотрудник, и того сотрудника. Я потом посидел, размещал, посмотрел, до его, до того, когда я его взял на работу, и после того, то есть компания какой доход имел, и после, когда я его брал на работу, компания какой доход имел. Хотя, другие мои сотрудники были не профессионалы, такой, как он. Он был намного профессионал, честно скажу. Он был один из моих сотрудников. Он не был руководителем. Он был один из сотрудников команды. Он был очень умный. И вот, но от того, что он был очень умный, создавал такой хаос в компании. Тогда что я делал? Я его просто уволил. Когда я его уволил, через месяц тут же потихонечку прибыль, компания заново поднималась и заново все взяла в свое место. Так что, дорогие мои, ищите людей, у которых есть что? Потенциал. Если вдруг в вашей команде попадает какая-то звезда, избавьтесь от него. Это очень важно. Ставьте лайк под рубрикой, рекомендуйте своим знакомым то, что вы сейчас видите, знаете. Если вы читаете, что это полезно и так далее, продолжайте свою учебу, посмотрите на видео, которое справа от меня и слева от меня. Переходите на следующее видео. Желаю вам успехов.